Материал интернет-издания знак.ком – своеобразное открытие Воркуты. Очередное. Трезвый взгляд на заполярную кочегарку глазами не воркутинца и даже не жителя Коми. Одно из открытий – признание Игоря Гурьева, который уезжать из Воркуты не собирается, попробует еще раз стать мэром. И это из Заполярья, где климатические условия, мягко говоря, не самые комфортные. Высказался градоначальник и по часто обсуждаемому вопросу, сколько сейчас тут живет людей. И для подсчетов использовал, скажем так, любопытную математику. Награда образующим предприятию «Воркутауголь» сегодня работает приблизительно 7 тысяч человек. Эту цифру надо умножать на три. У многих есть жены и дети. В городе должна быть инфраструктура, садики, школы, здравоохранение, коммунальная сфера, транспорт, магазины. Соответственно, люди, кто все это обслуживает. Мэр приводит такую цифру. 74 тысячи человек зарегистрированы в Воркуте. Реально же там живет где-то 58-60 тысяч человек. Из них в самом городе 40-45 тысяч. Остальные в поселках. В Аргашор 9 тысяч. Северный 4,5 тысячи. Заполярный 3,5 тысячи человек. При этом в очереди на переселение относительно немного порядка 10 тысяч. На их прощание с Заполярьем потребуется 23 миллиарда рублей. Докладываю. 9 520 человек. Умножаем на 18 квадратных метров на человека. Умножаем на состав семьи. В среднем это 3 человека. Затем умножаем на 45 тысяч 133 рубля и получаем 23 миллиарда рублей. Программу развития Арктики, которая должна вдохнуть вторую жизнь в Воркуту, начнут рассматривать уже в середине декабря. Одним из ключевых вопросов станет развитие промышленности города. В Воркута угле журналистам Знака пояснили. Стратегический бизнес-план компании рассчитан до 2037 года. К этому времени ресурсы действующих шахт должны исчерпать себя. Дальше он пока не расписан, но мы ведем геолого-разведочные работы на двух участках. Это юго-западный блок шахты Варгашорская. На него у нас серьезные планы. Это один из крупнейших наших проектов, на который мы планируем потратить 10 миллиардов рублей. Второй участок это Нижнесырьягинское месторождение. Без арктической развивающей составляющей, считают в Воркуте, город не сможет должным образом развивать промышленность, а ведь ради этого он по сути и строился. Евгений Стокас, телеканал Юрген.